Привет, бои-скауты! С вами Кьюбейт, и добро пожаловать на новую распаковку! Что у нас по ачивкам? Во-первых, ролик с друзьями по One to Switch набрал практически 20 тысяч лайков, которые нужны были для следующей серии. Так что почти набралось, скоро мы начнем снимать новую часть, она будет лучше, это 100%. Прошлая распаковка коробок набрала больше 10 тысяч лайков, так что я начинаю искать костюм. А сегодня у нас пресендент на лучшую мульткоробку, которую я когда-либо держал в руках, потому что это коробка от Nickelodeon. Официально здесь эксклюзивные вещи, стоит она как коробка от Станали, то есть дорого, в два раза больше, чем коробки от Фанка по Marvel и DC, но я надеюсь, она не подведет. Тем более здесь охвачены сразу все мультсериалы, все темы Nickelodeon, а вы знаете, на что они способны. Эй Арнольд, Спанч Боб, Ох уж эти детки, Черепашки Ниндзя, Шоу Рена и Стимпи, Новая Жизнь Рока, Котопес, Даша Путешественница, Крутые Бобры, Джимми Нейтрон, Аватар Легенда о Банге, Семейка Торнбери, как говорит Джинджер и даже всякая всячина. Конечно, это еще не все, вспоминайте мультсериалы в комментариях и пишите свои топ-10 мультсериалов от Nickelodeon. В общем-то, слава этого телеканала, этой сети, идет впереди название, кстати, название сократили в 2019 году на просто ник, The Nick. Ты любишь распаковки коробок? Тогда просто поставь лайк, мне будет приятно и таких видео будет выходить больше. Извините за спойлеры. Ох уж эти детки, с ними нужно быть поаккуратнее. Первое это фигурка, эксклюзивная для этой коробки по мультсериалу Ох уж эти детки, как вы поняли, и это у нас Томми. Томми Пикклс, фигурка виниловая, давайте взглянем на нее поближе. Фигурка с самого начала идет на подставке, она прикреплена, сама по себе увесистая, подставка не очень, а вот сама фигурка действительно увесистая. Я люблю тяжелые фигурки, это классно. Один момент, который я сразу заметил и показался мне очень приятным, это то, что расческа, которую Томми держит в руке, она выполнена из резины. И это абсолютно правильно, так как если бы фигурка упала, или если бы ее там, знаете, перемещать, в общем-то, как-то эта расческа заделась бы, то она сломалась. Но не в этом случае, так как она выполнена из резины, очень мягкая, и с ней все будет нормально. Сам стиль мультсериала не подразумевает какой-то мега детализации, но фигурка, правда, сделана с душой. И посмотрите, самое главное, я не знаю, постараюсь это показать, но за очками там видны глаза, которые раскрашены. То есть, если бы в теории очки можно было снять, то там видны глаза, зрачки и так далее. То есть, вау, это классно. Маленькие волосики есть, даже в рот можно заглянуть. И, кстати, на подставке написано, что это 2017 год, никбокс. То есть, это действительно эксклюзив. Следующая коробка выполнена примерно в этом же цвете, только, наверное, чуточку светлее. Это кружка. Я очень давно не получал в коробках кружки, так что для меня это отдельный плюс. Я уже, на самом деле, по ним соскучился. Тем более, это классная кружка, вы поймете почему. Она сделана, вдохновлена мультсериалом шоу Рена и Стимпи. Это безумно трэшовый, но забавный мультсериал. И, знаете, на Ник и Лодиан очень много такого. Все выглядит трэшово, хотя в детстве ты этого не совсем понимаешь. Но сейчас ты смотришь и такой, что это вообще такое? Даже тот же Котопес. Очень трэшово, но это и притягательно, наверное. И в этом есть какая-то прелесть. И шоу Рена и Стимпи из этой же... Из этого же списка. Это огромная голова Рена, а не кружка. На самом деле, сама по себе по вместимости кружка небольшая. Но она очень приятная, потому что она выполнена в стиле головы. То есть, это не просто кружка с принтом, которой многим уже надоели. Это вот форменная такая кружка. Раньше в коробках Фанка попадались такие кружки. Была по Веному и Карнажу. Они офигенные, я очень хочу их купить отдельно. Но они довольно дорогие, потому что эксклюзивные и так далее. Сейчас их редко, ну, мало где можно найти. Но они вообще есть и раньше попадались. И, в общем-то, это вот такая похожая кружка. Посмотрите, улыбающаяся, даже безумная, я бы сказал, Рен. Можно так схватиться. Очень удобная, кстати, такая, знаете, большая ручка. Это просто офигенно. Следующая это плюшевая свинюха Абнер из мультсериала Эй Арнольд. И я думаю, понятно, чьего персонажа это питомец. Это питомец Арнольда. Абнер офигенен. Он очень мягкий. В целом, это обычная плюшевая фигурка. Но за несколькими исключениями. То есть, это, во-первых, эксклюзив для этой коробки. Во-вторых, ну все. Нужно будет сухо обязательно снять этикетку. Что касается самой похожести, наверное, не очень похоже. Как мне кажется, они очень похожи вообще на свинью, больше на собаку. Если бы не хвост и, наверное, пятак. Начинаю идти с козырей. Следующая это у нас шапка. И это действительно козырь, как по мне. Потому что с шапкой это выглядит просто офигительно. Во-первых, цвета. Цвета Nickelodeon. Эта шапка не просто так. То есть, как видите, по логотипу это в честь шоу Double Dare. Или двойные задиры. Или двойные неприятности. Ну, что-то вроде этого. По материалу очень приятные цвета. Ну, просто офигенные. Да, вырвиглазные. Но это все-таки Nickelodeon. Так что, простительно. И это даже выглядит хорошо. Что касается дизайна, мне все нравится. И оранжевый цвет, который я очень люблю. Здесь он яркий. Прямо насыщенный. То, что нужно. Смотрите. Здесь, например, нельзя сильно откатить. Кстати, голубой и оранжевый это цвета вообще моего канала. В основном я часто использую эти цвета. Здесь, видите, она пришита. Конечно же, это можно убрать. Но, в целом, откатывать ее нельзя на полную. Да, это не особо-то нужно. Внутри она выглядит полностью оранжевой. Это надо оторвать. И давайте уже ее примерим. Пау! Хоть сейчас мне не холодно. И, на самом деле, холода в моем городе уже проходит. Хотя, кто знает. Шапка. Крутых шапок, в общем-то, много не бывает. И это замечательно. Я очень доволен этой вещью. Это пока, наверное, самая офигенная вещь. Из ряда, типа, носки, шапки. Что там еще попадается в коробках? Ну, даже, допустим, футболки. Вот пока это самая яркая, офигенная вещь, которую я получал. Мы с вами идем дальше. Воу! Это у нас маленький бумажник в виде пропускного Арнольда. По мультсериалу Эй Арнольд. Одного из любимых мною мультсериалов. Кстати, в этом... О, точнее, уже в прошлом году выходил полнометражный фильм. Так что посмотрите его. Он довольно неплох. Это явно неплохой бумажник, но и хорошим я его, к сожалению, назвать не могу. Хотя, понятно, эта коробка и чего-то очень дорогого и качественного здесь, наверное, не совсем стоит ждать. Но, хотя, почему вещи попадаются и хорошие. Он просто бумажный. Вот, на самом деле, ну, это не бумага на 100%, но это что-то типа бумаги. Очень мягкая и по качеству, действительно, как бумага. Скорее всего, он быстро промокнет. Быстро испачкается и так далее. Выполнен в стиле проездного, как я сказал. Такого пропускного. Далее здесь есть логотипы Nickelodeon, The Nick Box, Эй Арнольд. В общем-то, сам дизайн офигенный, в этом вообще нет сомнений. Не совсем безопасно носить, не знаю, деньги. Даже небольшие вот в таком бумажнике. Потому что, ну, фиг знает, но он выглядит офигенно. Следующая, это тоже небольшая вещь. Это у нас пин, кстати, с двумя, видите, креплениями. Что тоже хорошо, потому что он будет держаться крепко. Кстати, здесь такие же, как в FinGeek в коробках. И еще где-то тоже были. В общем, резиновые крепления, которые, на мой взгляд, даже лучше металлических. Потому что держат покрепче. Это пин по сериалу Canon и Kel. И Kel. У нас он не очень популярен, но здесь есть такая фирменная фраза. Кто любит оранж-соду? Или типа оранжевую соду. Ну, в общем-то, фанту. Кто любит оранж-соду? Кел любит оранж-соду. Это отличный металлический пин. Выполнен в виде огромной бутылки апельсиновой газировки. К сожалению, у меня, кстати, видите, на надписи слегка краска потекла оранжевая. И поэтому смотрится не идеально. Я не думаю, что так было задумано. Может быть, это можно оттереть. Может быть, и так оставить. Меня особо не парит, если честно. Выглядит красиво, классно. Хоть я этот сериал и не смотрел. Но эту фразу я не раз видел. Я теперь весь в оранжевом. Это моя мечта. Коробка классная, без сомнений. Но мне есть еще чем вас удивить. Следующее. Это довольно непростая штука. По идее, как я понял, здесь, во-первых, у нас скотч эксклюзивный. Что удивительно. И это упаковка для подарков. Я думаю, что это можно использовать как-то и в другом случае. Это, кстати, опять же эксклюзив. Здесь у нас и по хуш-охушетин деткам, и по Рену, и Стимпи, и по Супер Бобрам. И даже по новой жизни Рока. Что классно. Кстати, выйдет полнометражная серия «Новая жизнь Рока». Будет называться как-то по-другому. Еще на Камик-коне это показывали. Вот здесь вы видите кадры из него. Аккуратнее нужно быть с ножом. Малышка-то пес. Одну упаковку я уже достал. Смотрите. Она прям по камере помещается. Здесь у нас персонажи мультсериалов Nickelodeon. Небольшая, к сожалению, упаковка. То есть, видите, для какой-то маленькой посылки. Потому что вот здесь, если вставить даже, то сверху, получается, мы не сможем накрыть. То есть, нужно еще меньше как-то брать. Короче, не знаю, как это можно правильно упаковать. Возможно, там есть инструкция или что-то типа этого. Ну, в общем, в любом случае, эта упаковка, но для какого-то маленького подарка, для небольшого точно. Так что упаковывать посылки, в которых у меня там книга, наверное, больше, чем эта упаковка, не подойдет. Может быть, использую в качестве постера, потому что здесь персонажи, да и выглядят очень празднично. И есть еще вторая упаковка. Она прям зимняя-зимняя. Здесь в голубых цветах снежинки и тоже персонажи мультсериалов Nickelodeon. Это уж другие. И офигенное к этому дополнению это скотч с катапсом. Я сначала думал, что он переливается, потому что там есть такие, знаете, полупрозрачные еще образы. Но на самом деле нет, они как бы бегут в движении, поэтому есть такие небольшие переливы. Но если бы он переливался, я бы вообще в шоке был. Представляете, это еще не все. Но я думаю, можно эту коробку уже наградить коробкой лучшей по мультам, потому что, ну, пока я в руках, по крайней мере, лучше не держал. Возможно, есть что-то еще больше и, может быть, и дороже, я не знаю. Но это вот пока лучшее, что я видел и держал в руках, это точно. Еще одна вещь, которую я забыл показать, это маленькая копилка по шоу «Легенды, засерянного храмом». Я, к сожалению, его не смотрел. В 2016 году выходил полнометражный фильм по этому шоу. И это, в общем, копилка тотема по имени Алмек. Или Алмак. И кажется, когда забрасываешь в него монетку, то здесь светятся глаза, и, возможно, даже есть какое-то звуковое сопровождение. Это офигенно. Я, кстати, когда смотрел, я такой думал, блин, сделали ли они ему светящиеся глаза? Думаю, да маленькая копилка. Какие там светящиеся глаза? Но на самом деле, по-моему, да. Сейчас затестим, только нужно найти монетку. Проводим эксперимент. Я, кстати, не знаю, есть ли там батарейки. Ну, глаза засветились вроде. Давайте еще раз. Больше. Ой, она, по-моему, встряла. Последняя вещь. Не буду бросать. Это футболка. Это футболка по Рока. Новой жизни Рока. Это его пес. Я уже забыл, как его зовут. В спанке его зовут, точно. И это одна из лучших футболок, которые я получал, без сомнений. Нет, хотя я так часто говорю, но не совсем так. То есть, есть футболки, которые классные по принтам. Вот, например, эта мне очень нравится со Стэном Ли. Еще вот здесь Стэн Ли. Там у него очки блестят. Но это по дизайну одна из самых лучших, потому что, хотя она пахнет немножко странно. Может быть, это выветрится. Может быть, еще и постирать нужно. Вот. Но по дизайну она классная. Она серая. Мне нравятся, в принципе, серые футболки. Здесь все пиксельные. Такого у меня точно еще не было. И она яркая. Офигенная. Праздничная. Вот прям то, что нужно. И даже нет ни намека на какой-то Новый год, на зиму, на Рождество. На зиму, наверное, да. Вот. Кстати, Рока здесь вообще в какой-то гавайской рубашке. Что классно. Короче, футболка зачет. Давайте-ка ее примерим и станем еще более яркими. Ну, не восхитительно ли это? Признайтесь, вам захотелось пересмотреть мультсериалы Nickelodeon. Потому что, когда ты смотришь много всего и такие приятные вещи, конечно, хочется что-нибудь такое открыто посмотреть. Особенно Эй, Арнольда, Новую жизнь Рока и так далее. Футболка классная. По качеству я бы не сказал, что это идеал. То есть, ну, она такая, немножко, знаете, пока черствая. Может быть, ее нужно постирать, она станет мягче. Не самая мягкая футболка, но одна из самых классных по дизайну. Ну, не восхитительно ли правда это? Это же круто. Мало того, что я стал теперь мега стильным благодаря этой коробке. Но я теперь еще и нашел то, что я буду еще заказывать. Получил морю офигенных эмоций. И вообще мое настроение повысилось. Оно стало гораздо лучше. Надеюсь, и у вас тоже после просмотра этого ролика и просмотра этой коробки. Если вам такое нравится, если вы хотели бы больше распаковок коробок, именно вот таких коробок, то обязательно поддерживайте лайком. Мне есть, что вам показать, это точно. И, кстати, быстрее выйдет обзор на коробку Stranger Things. Хочу там прям сделать все по красоте. Не забывайте в комментариях указывать свои топы мультсериалов от Nickelodeon. Писать, что вам понравилось в коробке, что не понравилось. Конечно, понравилось вам видео или нет, что можно добавить, что можно улучшить. И, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, который я часто прошу ставить. Возможно, еще не все поставили. Если вы поставили, вы молодец, вы узнаете о новых роликах самым первым. Еще раз вам спасибо за поддержку и просмотр. До нового видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok